Здравствуйте, уважаемые слушатели курсов «Технология получения наноматериалов». Сегодня мы с вами рассмотрим тему «Синтез нановолокон». Синтез нановолокон. Одним из наиболее изученных методов получения нановолокон является взаимодействие в газовой фазе с последующей конденсацией продукта на твердой подложке или для краткости – конденсацией в газовой фазе. По существу этот метод можно назвать методом испарения металла, конденсацией оксида. Металл каким-либо образом испаряет, и его пары реагируют к кислородам или другим газам при высокой температуре. Продукт реакции затем конденсируется на твердой подложке. В основе метода лежит реакция окисления олова. Значит, олова плюс кислород получается 2 тысяч олова. Мы с вами рассматриваем метод синтеза нановолокон диоксида олова. Реакцию проводили в горизонтальной кварцевой трубке, в которую была помещена монокристаллическая подложка алюминия лантан-О3. На подложку насыпали порошок металлического олова. Кварцевую трубку эвакуировали, наполняли аргоном и снова эвакуировали с помощью вакуумной помпы. Затем кварцевую трубку с помещенным внутри нее образцом нагревали в потоке аргона. И когда температура достигала 900 градусов, наполняли трубку кислородом, поток которого пропускали в течение 30 минут. После охлаждения до комнатной температуры обнаружили образование на поверхности подложки белого порошка. Очевидно, при нагревании металлического олова в вакууме происходило его испарение. А после заполнения трубки кислородом атомы олова в газовой фазе реагировали с кислородом с образования паров оксида олова, которые при охлаждении конденсировались на поверхности монокристаллической подложки. Электронно-микроскопическое исследование образца показало, что поверхность монокристаллической подложки покрыта нано-волокнами стану О2. Вот на этом рисунке вы видите, что получены были нано-волокна оксида олова. Диаметр нано-волокон составлял 10-50 нанометров. Химическая природа подложки не влияла на рост нано-волокон наиболее благоприятными условиями для их получения. Были высокая скорость потока кислорода, проходящего через ячейку, и малое время отжига. Исследования структуры волокон методом электронографии показали, что каждое нано-волокно является монокристаллом со структурой рутила. Таким же аналогичным образом был получен оксид Индия. Получение аналогичным методом газофазной реакции с последующей конденсацией на подложке нано-волокон оксида Индия. В данном случае оксид получали по реакции с участием водяных паров Индии плюс вода, получается Индии 2О3 плюс водород. В результате конденсации паров оксида Индия на подложке получили белый волокнистый налет. Он представляет собой нано-волокна диаметром около 50 нанометров. Вот на этом рисунке вы как раз видите изображение нано-волокон оксида Индия, полученных осаждением из газовой фазы. нано-волокна оксида галлия, цинка, оксида клинья. Венгеновскими методами было установлено, что каждое нано-волокно монокристалл оксида Индия. Имеются сведения о получении методами подобно вышеописанных наномолокон оксида галлия, оксида цинка, оксида клинья. Ну, на этом у меня все. Мы с вами рассмотрели практически все известные методы получения наноматериала и некоторые методы получения наномолокон. Спасибо за внимание.